Ну что господа, сегодня мы с вами посидим Mercedes-Benz автосалон Пойдемте посмотрим, что там сейчас продается Китайцы Вот такие красавцы стоят И ни одного Mercedes-Benz Как вам такое? Иду я обратно и вижу вот такого зверя КамАЗ-Компас Тут представительство Дальнер Дальнер Рус Говорю, можно снять у вас обзор? Нельзя Надо согласовывать С пиар-агентством Я говорю, а что согласовывать? Чтобы снять? Ну в каком ключе снять? Так и живем Уже в дилерском центре не дают снимать Технику общедоступную КамАЗ-Компас Кого есть, дайте нам взял Я им вопрос задаю Вот я обошел всю стоянку Тут дилерский центр, они вот фа стоят Я говорю, можно снять? Можно Можно этот? Можно А у вас надо согласовывать с пиар-службой Ну, я конечно думаю, что это мнение одного человека Который тут сидит И представляет Данную Высокоуважаемую компанию Ну, как бы он Наверное, не очень корректно Общается На мой канал не хочет Подписываться Я ему говорю, подпишитесь, посмотрите Не надо Нам нужны только клиенты А не блогеры Я ему, кстати, сказал Вам не кажется, что Ну, нужно маленько делать выводы Вы сидите в салоне Мерседес Где нет Мерседесов А не китайцы Может быть Маленько мировоззрение свое Менять начинается Предыдущий ролик С автомобилем Дэу набрал Четверть миллиона просмотров Значит, эта машина вам интересна И поэтому я опять В компании Трансинвест Которая занимается продажей Этой машины За моей спиной Два грузовика Дэу Ноус Но с абсолютно разной Грузоподъемности Один Полная масса 12 тонн Другой Полной массой 16700 По-моему, да То есть Один у нас считается Семитонник Второй считается Десятитонник Так, округленно Как по-вашему Где какой Ставки Ставьте Но я думаю Что визуально Их распознать Невозможно Потому что Они практически Одинаковые Ребята Практически Одинаковые Грузовики Но сейчас Мы все Разберем По порядку Ладно Мучить вас не буду Вот этот Автомобиль Део Ноус Полной массой 12 тонн Который На данный момент Стоит 6 миллионов 400 тысяч рублей Ну Пока что Мы снимаем ролик Только что Он недавно Буквально Прибыл Из Владивостока Трудно У него была Дорога Через всю Россию Но вот он Прибыл Пойдемте Посмотрим Отличительные Особенности Его Вот сейчас За моей спиной Как раз стоит 12 тонн Полной массой Будем его называть Семитонник И вот Десятитонник Правда он побольше Мы будем смотреть В чем же отличие Отличия Есть К сожалению К моему Эти отличия Различаются Только в раме Посмотрите То есть Я надеюсь Камера вам передаст Что колесная база У машины Полной массой 12 тонн Намного меньше Чем у машины Полной массой 16 тонн Примерно На метр Колеса Вот стоят Видите Как друг от друга Поэтому вот Так получается Соответственно Вот этот У нас Это у нас 12 тонн Это у нас 12 тонн Все буду Висоваться Это 16 тонн Полная масса Вот видите В монтажной Длине рамы То есть Там рама Больше Примерно На метр Сейчас попробую Сзади вам снять Или даже Вот так Вот сбоку Вот сейчас Наглядно Видно Да Машины стоят Передними колесами Один в одну И вот видно Что Вот эта вот Часть Больше То есть Рама Где-то На полтора метра Больше Соответственно И колесная база На 12 На 16 Тонном Полной массы Больше На 12 И меньше Что меня Очень расстроило Но это еще Не все Что меня Расстроило Пойдемте дальше Расстраиваться Вместе В общем Самое главное Расстройство Ребята В том Что у нас На грузовике Полной массы 16 Тонн Вот видите Идет Двойная рама И спереди Точнее Сверху И снизу Обратите Внимание А на грузовике Полной массы 12 Тон Двойная рама Верхний швеллер Одинарный А нижний швеллер Двойной То есть Она получается Полуторная То есть Она и не одинарная А соответственно Полуторная Отличается В том Что Нету Верхний Вот этой вставки Ну соответственно Машина Как бы Ну и меньше Грузоподъемности По факту Соответственно Смотрим Здесь у нас Кардан Раз Два кардана Здесь соответственно У нас Раз Два Три Три кардана Хотя Межколесная база Ненамного отличается Вот это Да 16 Тонная машина Грузоподъемность Полной массы Точнее У нее Громадный Задний Свес Который В принципе Это и есть Преимущество Этот Смотрится Как бы Ну Мало Тоннажный Грузовичок Разницу По резине Тоже заметил Здесь У нас Стоит Ханкук Тут у нас Стоит Бридж Что Протектор Здесь Какой-то Полурулевой Здесь Все Как положено Ведущие Грубые Колеса Спереди Ребята Тоже 22 колеса Что здесь Что с другой Стороны В общем Основное Отличие Заключается В раме То что Здесь Рама Попроще Соответственно Два Кардана А все Остальное В принципе Индентичное И колеса И задний Мост Абсолютно Одинаковый Двигатель Коробку Я уже Не говорю Тут все Одинаковый Вот Так все Это дело Выглядит Вот эта Машина Ехала С Владивостока Они так Гонят Так как Пирожками То есть Одну машину На другую Ставят И соответственно Гонят Здесь Наверное Бревно Располагалось Которое Я не знаю То ли Тут свет Отсвечивает То ли Чего-то Но мне кажется Что тут Немножко Есть какая-то Деформация Но возможно Просто То что тут Краска Так протерлась Мне это кажется Потому что Машина Одна Грузилась На другую Через бревно И так вот Ехала Но данный Факт В общем Насколько Мне стало известно Что вроде Как идет Негабарит Поэтому Путь этих машин Был очень Так скажем Сложен И долг Не знаю Может мне кажется Нет Но такое ощущение Что чуть-чуть Полочка погнутая Может мне это Просто кажется Ну как по-другому Гонять такие машины Я не совсем Представляю С Владивостока Насколько я знаю Стоимость заставки Такой машины 250 тысяч Рублей У меня кстати Водитель работал Может даже Работает Еще Он тоже был Перегонщим Говорит О я видел Твой ролик Деу Я такие гонял В принципе Машина нормальная По расходу Говорит Где-то 18 литров Вот Убирать Мягкая Хорошо Скорости Переключает Вот мы таких Ног гоняли Так что Видите Расход Он говорит Адекватный Вот Ну они гоняли Следующим образом Они брали Шаську Сюда Также Через бревно Грузили легковую машину Ну Японскую Праворульную И благодаря этому Сколько сейчас дают До Нижнев До Москвы Наверное 1080 70 Вот так вот Компенсировали Свои затраты Может быть Вот Но эти машины Ехали пирожками Две машины Ехали на одной Что конечно Тоже Не есть хорошо Для покупателя Потому что Взять машину С пробегом 10 тысяч километров Ну как-то это Не айс Так На доме У нас 415 километров Да То есть Вот он Одометр То есть Значит Эта машина Так Значит Эта машина Ехала у нас Сверху Откуда Тогда Такие Натертости На раме Мне немножко Непонятно Так Сейчас мы в кабину Залезли Предыдущие Комментарии Я читал Ребята Все Конечно Большинство Комментариев Было связано С тем Что тут Очень большое Остекление И соответственно Зимой Тут будет Очень холодно Вот На что я вам Хочу сказать Ребята Если это все Проблемы Этой машины То я готов С ними Мириться Даже готов Ну если я возьму Такую машину Эти все стекла Заварить Железом И просто Обтянуть Это Самая Меньшая Проблема Которая Может быть Да к тому же Сейчас Куча материалов Изоляционных Вот такой вот Слой Материала Заменяет По теплопроводности Равняется Бревну Деревянному Но если кто Учился В школе Курс физики Знает Что Теплопроводность Стекла Намного Меньше Чем железо Поэтому Говорите Что через стекла Тянет холодом Но Понимаете Вас здесь От холода Спасает Только вот Такая Обшивочка Поэтому Ну Это все Вопрос решаемый Соответственно Ну да Машина такая Обзорная Но это для чего Делать Потому что Универсальная кабина Используется И для манипуляторов И для всего Соответственно Им нужно Нам в России Конечно Столько много Света Наверное Ни к чему Но это все Мелочи жизни Тут можно Заклеить Там Я не знаю Обтянуть потом Все это Все как бы Я говорю Если это проблема Тут максимальная То я готов С ней мириться Но опять же Еще к чему Какому Было вопросу Много Вот По этой панели По этой здоровущей Панели Которая Вот так вот Прямо Она здорово Выпирает Вы все писали Что мол Как тут Лазить на спальник Тут неудобно Будет И так далее Да Есть момент Конечно Я не знаю Почему она здесь Стоит Я подумаю Что ее В принципе Можно отсюда Наверное Вот Именно Вот эта вот часть Видите Можно вот так вот Убрать Ненужные Потому что там блок Предохранителя Который не нужен Вот здесь вот Куча кнопок Которых Просто нет Это все На КМУ Наверное Я думаю Что вот эту часть Можно убрать Вот Ну конечно Вот этот вот Пол вы не уберете Никуда Потому что Это уже Кожух Двигателя То есть Это кабин универсальный Сюда и мощные Движки Вставляются Которые Соответственно Вот Им нужен Вот этот вот Кожух Пространство Для этого двигателя Там Шестилитрового Но это не обязательно Но опять же Это ребята Здесь Абсолютно громадный Спальник Я не знаю Вот он Так вот выглядит Он у нас идет Даже с подогревом Вот Ну вот видите Вот Как в принципе Везде железо И все Он очень большой По объему Я думаю Что это все Компенсируется Все эти неудобства Лазиня Да к тому же У нас Половина в России Ездит Среднетоннажных машин Там вообще нет Спальников Да Или с кукушатниками Так что тут В основном это пишут Люди Кто работают На европейских грузовиках Там конечно Там конечно Другие маленькие условия Но ребята Где они Европейские грузовики Ну-ка Покажите мне Вот мы сейчас В дилерском центре Мерседес И одного Мерседеса Все китайцы Стоят Для меня В принципе Это неплохо Как бы я Ясно Китайцы Давно эксплуатирую Но Те кто Хейтил меня Что я тут Китайцам И так далее Продаюсь Что вы сейчас скажете Ну соответственно Сейчас вот видите Добавились корейские Грузовики Которые тоже Ну Неплохие Я так думаю Вот так вот Ребята Это что касается Кабины Кабина Большая Просто гигантская У меня водитель Бывает что Кто-то вот у нас На фотонах Там Они просто Вот это сидение Выбрасывают Соответственно Здесь Такое место У них становится Чтобы можно было бы Залазить спальник Да Минуя вот эту вот панель То есть ты Обычно они Разуваются Здесь Перелазят И уже за рулем Но тут Нужно будет по другому Тут нужно будет наоборот Здесь разуться В спальник попасть Смотрите Руль тут Туда сюда Ну конечно Это тут балда Это тут баранка Здоровенная Не знаю Тоже конечно Вот Ну ладно Так ребята К всеобщей радости Здесь Стоит Пневмосидение Посмотрите Вот эта Пневмоподушка Там внутри стояло Я тоже Все посмотрел Так что В принципе Это будет Очень мягко ездить Ну вот Это вот Тут всякие Регулировки Я правда Не понял Как Чего тут Регулируется Тут вроде Она спускается Но факт В том Что Пневмосидение Это плюс Я уже тут Придумал Как ее Адаптирует К межгороду У меня идея Какая Это сиденье Просто Выкидываем Нафиг И здесь Посмотрите Какое пространство Образуется Ну если Не будет Этого сиденья Просто Огромедное Ну вот Ну вот Посмотрите Я тут Лежу В полный Рост Ноги Никуда У меня Не упираются Сзади Еще куча Места Тут можно И переворачиваться То есть Ну Спальник Здесь Огроменный Так что Если сиденье Мы это Уберем Все равно Мы никого Не возим У нас Здесь Получится Площадка Которая Просто Может Использоваться Это Столик Но все равно Кабина Большой Объем Просто Пространства Я думаю Что она Найдет Своего Водителя Тем более У нас В России Водители Так скажем Обделены Комфортом В большинстве Случаев Дом Обзор Кабины Еще С высоты Кто тут Говорит Места Мало Тут Однокомнатная Квартира Студия Если Вот так Все Грамотно Уберем С Потрясающими Панорамными Окнами Я Видите Вам о чем Хотел сказать Двигатель То Видите Сколько Места До Пола Соответственно Вот так Вот если Смотреть Из-за Этого Получается Так Что Вот этот Туннель Образуется В кабине А так А так В принципе Он Именно Этой Машине Не Нужен Но Кабина Вот у нас На подвесе Ну в принципе Как и на том Что мы смотрели Здесь Поднятие Фильтр Смотрите Как стоит Ну тут Колесная база Конечно Серьезная Передняя балка Громадная Рулевая тяга Просто Наверное Я не знаю Неубиваемых Размеров Все Конечно Тут сделано С таким Запасом Прочности Капитальным Ну здесь Мы смотрели Бачок Мочевины Это у нас Глушитель Идет Тоже Обратите Внимание Трубень Какая Конкретная И небольшой Бак 200 литров С ключиком Также Инструментальный Ящик Уже Есть Может Что-то Тут Даже У нас Лежит О Домкрат 15 Тонный Что-то Тут Непонятно Монтажки Набор Ключей Ключей Ящик Смотрю Подтекает Чуть Чуть Влажно Зато Все Уже Стандартной Комплектации Сзади Вот такие Фонарики Симпатичные Колесо Отбойный Брус Очень Серьезный И Массивный Ну вот Общий Вид машины Сзади И вот Его Собрат 16 700 Полная Масса Этот Поскромнее Выглядеться Загадка Что тут Было Если Эта Машина Ехала Сверху Такое Ощущение Что Вот Бревно Лежали Но Что-то Тут Стояло Еще Ну Я не знаю Не видел Как они Выглядят Когда Едут А вот Тут Смотрите Ребята Посерьезнее Стоят Двухвостники С Рамой Здоровенной Но Кабина Та же Движок Вроде Тоже Тот же Вот Стоит Мерседес Актерс Кабина И Удел Кабина Это Без Спальника А Это Со Спальником Ну Что Тут По Дизайну Он Со Спалкой Стоит По Моему Все Очень Похоже Ну Что Ребят Подведем Итоги Сегодня Мы Познакомились С вами С Дэв Ноусом Полной Массой 12 Тон Еще Он Называется Модель СС 4 Т Вот В Предыщем Ролике Мы Обозревали Полную Массу 16 700 В общем Мы Сейчас Выяснили Что они Отличаются Длиной Монтажной Рамы То Что Рама Так Сказать По Русски Здесь Полуторная На Другой Машине Она Двойная Соответственно Разная Колесная База Все Остальное Одинаковое Что Сказать По Кабине То В принципе Идея Корейцев С Дэо Мне Нравится Они Ставят На Все Модельные Ряд Одинаковую Кабину Для Нас В чем Это Хорошо Это Наличие Запчастей То Допустим Как Китайские Коллеги То Допустим По Джаку Помните У меня Была Проблема С Кабиной Оказывается Там Уже Три Модификации Кабин Вышло И Соответственно Они Все Разные Соответственно Держать В наличии Запчасти Это Геморрой Для Дистрибьютора Здесь Одинаковая Кабина На Все Машины Соответственно Ну Уж Пару Кабин В России Можно Нать В случае Чего Куча Машин На Разбор Если Случается Не дай бог У вас ДТП Я думаю Что Проблем С Поставкой Запчастей Не будет Потому Что Они Универсальны В большинство Своем Случа Это Конечно Такая Фишка У Производителей Компании Дэу В принципе Это Продумано Умно Да Конечно Вот Это Непонятно Зачем Нужен Туннель На Этой Машине Именно Да Он Как Но Это Небольшой Минус Которым Придется Смириться Все Остальное В принципе Все Нормально Также Многих Смущали 22 колеса Ребят Ну Это Плавность Хода Резины Тут Хватит Нахрен Знасколько Ну И Соответственно Все Мощные Рычаги В общем Все Это Только Будет Во благо Что Мы С вами Имеем По Суть Эта Машина Шеститоник Семитоник Является Но С Грузоподъемностью Десятки Так Скажем Вы Собственно Можете Без Последствий Этой Машины Возить Груз Тон Десять Примерно И Соответственно Последствий Ни для Каких Машин Это Не будет Потому Что Мы Убедились Что Конструкционные Параметры У нее Такие Же Как И Собрата 16 Ну Полная Масса 16 Там 700 Вот Для Для Нас Для Российских Перевозчиков Это Конечно Плюс Потому Что Сейчас Ну Такой Рынок У нас Что Мало Кто Возит В пределах Своей Грузоподъемности Все равно Кто-то Превышает Вот И Превышать Надо Грамотно Соответственно Ну Вот Эта Машина Вам Скажем Так Поможет Бандитка Такая Будет Если Она Будет В Среднетоннажный Сегмент Зайдет То Она Будет Такой Машиной Бандитской Которой Можно Возить Перегрузы Ну Соответственно Если У вас Никто Не Поймает На Посту Потому Что В документах У вас Будет Другая Грузоподъемность Ну Мне Конечно Как Всегда Это Привлекает Но Мне Хотелось Б Побольше Длину Монтажной Рам Здесь 7 метровый Фургон Может Уместиться Да Вот На Шасси 16 Мне Больше Радует Но Там Вы Платите Платон Сколько У нас Сейчас 3 рубля Километр Здесь Вы Не Платите Платон А Эти 3 рубля Это По сути Сейчас Наверное Ваша Прибыль Которая Будет Оставаться Насколько Я знаю Эти Машины Уже Забронированы Они Куда То Идут Сейчас На Производство Вот 12 Тон Первый раз Они Вообще Видят Эту Машину Мы Сейчас Очень Хотел Испытать Эту Машину Поработать Но Меня Конечно Беспокоит Ее цена То есть Если Мне брать Такую Машину Сколько Она 6500 Давайте Огруглим Плюс Фургон За фургон Сейчас Лупят Там Миллион Двести Миллион Триста За Какой Тут Я не Знаю Каркасик Из Палочек Это Получится Машина 7.6 Практически Под 8 Миллионов В Нынешней Ситуации Эта Машина Не только Она Не сможет Зарабатывать В своем Сегменте Она Будет Убыточная Потому что Ставки на Перевоз Как вы Знаете У нас Сейчас Просто Просели В Какую Днище Ну Это Рынок И куда Деваться Поэтому Я в Раздумьях Покупать Такую Машину Я бы С удовольствием Купил Чем Платить За Такие Бешеные Деньги Ладно Поживем Увидим Для Вас Я Снял Эту Машину Показал Кто Хочет Вы В принципе Наверное Не купите Потому что Сейчас Их Нету Будут Еще Машины К концу Осени Возможно Но Опять же Связывайтесь С дилерами С ними Разговаривайте Кому Заинтересовался Вот Так Машина Добротная Я думаю Что В нынешней Ситуации Она Будет Палочкой Выручалочкой Опять же Какой Запас Прочности Ребята Тут Просто Он Кардинальный Парлеточку Это у нас 12.0 Полная масса Сюда Можете Поставить 7.20 Кузов И здесь У нас 8.60 Ну Правда Грубовато Я Померил То есть Разница В монтажной Раме Метр Сорок Примерно Вот По цене Разница Между этими Двумя Машинами Примерно 300.000 Рублей За Ну Соответственно 12 Тонны Стоит Дешевле А этот Всего На 30.000 Поэтому Потому что Здесь Больше Металла Скорее Всего Ребят Межколесная База Примерно 5 метров От оси До оси Это У 12 Тонна Это У нас Полная Масса 16 0 5.8 Межколесная База Еду Я Еду Со Съемок Тут Смотрю Опа Да В Работе Как Раз Пятерочки Выгружается Не В Пятерочки А В Красном Белом Вот Так Вот Ребята Видите Встретил Человека Как Раз На Обратном Пути Недавно Купил Такую Машину Дэв Ноус Это Как Раз 12 Тон Полный Масс Сам Работает Возит Красное Белое Ничего Говорит Зарабатывает 160 Ты Слизин Говорит Нравится Расход Вообще Нормальный В 20 Может Посмотрим Он Разрешит Видите Маленько Обжил Вода Говорит Неудобно Панель Посередине А так Вообще Говорит Красота Вот Видите Как Раз 4 СТ Вот Сзади Все Заделал Все Вот Эти Остекления Как Раз Ну Зимой Еще Ездил 80 Тысяч Пробег Ничего Не Ломалось Говорит Пио У него Раз 40 Тысяч Сам С Ивановской Области Еще Говорит Нравится Еще Джак Вроде Собрался Брать Но Это Холодильник У него Чистит Вот Так Вот Человек Мой Подписчик Дал Даже Ключи Он Там Разгружается Оба Центральный Замок Говорит Посмотри Вот Так Вот У него Тут Занавески Сейчас Поднимемся Вот Так У него Спальник Выглядит Рабочее Все Пространство Чайничек Видите Ну Говорит Весной Ездил Минус Тридцатка Была Ну Говорит Окна Да Надо Утеблять А так Автономка Стоит Только Где У него Непонятно Я Чуть Не Вижу Ну А так Говорит Машинка Нравится Видите Обжита Уже Тут Уже Что-то Матрасик Поролончик Лежит Сам Он Сейчас На Разгрузке Человек Говорит Мочевина Только Замерзала У него По Зиме Человек Занимается Разгрузкой 80 тысяч Пробег Безина Говорит Ничего Не Живет Все Нормально Решил Сам Удостовериться В принципе По многу Не Возят Говорит Машин Нравится Особенно Кабина Вот Дальше 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 Все время оставит на свои места. Ну, а мы прощаемся с этими красавчиками Deo Knowles. Напоминаю, что это Deo 16,7 полной массы, это 12. Разницы практически по минимуму. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.